Всем привет дорогие друзья, вы на канале Влад Ленин Плей, и как и было обещано в прошлом ролике по игре в кальмара, где у нас была возможность как следует повосхищаться и поумиляться Чон Хо Йон и Ли Ю Ми, они же 240 и 067, сегодня мы с вами рассмотрим вторую часть этого же интервью, где эти девчонки кстати тоже появятся, но сконцентрируемся мы сегодня больше на актерах, персонажей которых сыграли в сериале также немаловажную роль. К тому же некоторым из них удалось подарить чуть ли не самую качественную, затрагивающую самые дальние нотки души, гору отборного стекла, и речь идет о таких персонажах как Али Абдул под номером 199, Хан Миньо под номером 212, Доксу под номером 101 и Мистер Хван Джун Хо, он же полицейский и мастер маскировки. Актеры ответят на различные вопросы по сериалу, а также поделятся интересными историями, ну и параллельно мы с вами естественно нарисуем небольшой арт. А если у вас есть желание поддержать канал или отправить теплые обнимашки автору, то во-первых безусловно подписывайтесь, ставьте лайк, ну и при желании подключайтесь к моей спонсорке в Бусти или на самом канале, все ссылки в описании. Итак, как и в случае с девчонками, им также выдали попачки медовых сот, из которых им за определенное время, пока они отвечают на вопросы, нужно было выдолбить логотип Нетфликс. У меня все получится. Думаете сразу так надо? Ой, а что такое, тогда хрена времени займет. Время пошло? Первое, что у них спросили, это ощутили ли они ту популярность, которую за довольно короткий промежуток времени приобрел сериал. Да, ты что, куда бы я ни пошла, все люди вокруг говорят об игре в калимара. Меня поддерживают многие фанаты. Многие фанаты из других стран заходят на мою страничку в инстаграме и пишут о том, что я красивая. Но это правда, вы прекрасны. Я прекрасна? Мне в инсте продолжают писать о том, чтобы я отвел их в туалет и... Ну, понимаете, да, отвел в туалет, рассказал, как его зовут, надавал кучу обещаний, ну и кинул потом. Я ожидал, что будет что-то подобное. В то время, как все эти детские забавы хорошо известны в Корее, люди за границей о них не так хорошо знают, так? Я... весь наполнен радостью? Кстати, о популярности. Игра в кальмара для Нетфликс стала чуть ли не самым коммерчески успешным проектом. По сообщению различных изданий, на съемки девяти серий ушло около 21 миллиона долларов. При этом прибыли он принес больше 900 миллионов. Плюс ко всему, гонорар актеров был четко прописан в контракте еще до начала съемок. Поэтому ребята никаких надбавок сверху не получат. В общем, при таком раскладе, думаю, Нетфликс еще не раз раскрутит какой-нибудь крутой южнокорейский проект. Тот же корейский сериал «Во имя мести» с девочкой, что возомнила себя Джоном Уиком, вышедшей 15 октября, уже в десятке самых просматриваемых. Поэтому недолго нам до того, чтобы утонуть в корейских хитах. Следующим, что у ребят спросили, это какая атмосфера царила у них на съемочной площадке. Казалось, что каждый рискует своей жизнью и здоровьем ради работы над этой игрой в кальмара. Всем, включая меня, хотелось быть на съемочной площадке, даже если я в этот момент не снимался. Ну, все были очень милыми. Ой, ё, была просто шикарная атмосфера, все время. Я всегда была рада попасть на съемочную площадку. Я была в таком восторге. Боже мой! Мы много чего обсуждали там. Что думаешь ты, а ты, а ты что думаешь? Было много подобных бесед. Казалось, что мы были как одна большая семья. В игре в кальмары, даже несмотря на кажущуюся простоту некоторых игр, все выглядело чертовски напряженно. Особенно в моментах, когда соревнования происходили на очень высоком расстоянии от земли. Ну, а как же чувствовали себя сами актеры? Их спросили, какая сцена из сериала была для них самой сложной для съемок. С канатом. Когда канат тянули. Сцена с перетягиванием каната была самой сложной. Мы реально выкладывались на полную, чтобы сыграть. Причем мы-то были против машины, а не против группы людей, как это в итоге было в сериале показано. Да, так что как бы мы там не тужились, победить бы у нас все равно не получилось. Я выложился там на все сто. Болевал там каждую секунду. Орал, сдохните! Я капец, как задолбалась после этого. Но было весело. До конца 30 секунд. Чё? А как... Смотрите, как я далеко продвинулась. Моя последняя сцена была самой сложной. Потому что тогда мы построили эту близкую дружбу, а тут вдруг мог выжить только один человек. И я чувствовал, что принимаю решение по-настоящему. Я подумал тогда, смогу ли я принять такое решение. Реально смог бы это сделать. О боже. Али. Али, Али. Он был таким доверчивым, добродушным. Ну прям как ребенок. В общем-то это его и подвело. Слишком сильно он понадеялся на честность с Сангву. Далее у них спросили, в какой игре из шести предложенных, что были в сериале, по их мнению, с большей долей вероятности они смогли бы выиграть. Ну, я хорошо бегаю. Думаю, я был бы хорош в игре с какой-нибудь физической активностью. С самого детства я был довольно спортивный. Красный свет, зеленый свет. Я модель Йокалэмэне, поэтому знаю, как оставаться неподвижной. Перетягивание каната. Я бы смог, наверняка. Ну, а что там? Воу, воу, да и все. А сколько времени у меня осталось? 35 секунд. Что? Да, перетягивание каната это как раз таки воу, 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 и упал. Следующим у них попросили назвать их самую любимую сцену из сериала. Мне нравятся сцены с шариками. Сцена, где Джи Йон роняет свой шарик, она нереально хороша. Их игра была настолько великолепна, что я не мог оторвать глаз от экрана. Сцена с перетягиванием каната действительно... То есть, несмотря на то, что я сам был в этой сцене, представляя выражение и чувство людей, которые в конечном итоге упали насмерть, у меня мурашки по коже пошли. Ну, задуматься о том, что же там случилось с теми бедными, что проиграли, можно прям в каждой игре, ведь они дохли там пачками. Печаль-то и только. Далее у них спросили, что им больше всего запомнилось со съемок проекта. Когда я не смогла найти пару, и меня в тот момент спасли. О, это было так... Это сцена, которая больше всего мне запомнилась. Когда я схватил за шкирку Джон Хэ в красный свет, зеленый свет. Думал, я слишком жестко ухватился. Но в итоге он нормально отреагировал, был достаточно добр. Сказал, делай как надо, чтобы тебе было комфортно. Его слова, они прям поразили меня в самое сердце. Это забавно. Сцена, где я упал. Там было метров 15 в высоту, и хотя мы снимали со страховкой, все же пришлось падать с довольно высокого места, и все это делалось без каскадеров. Это было чертовски волнительно. В игре в Кальмара у каждого фаната и поклонника шоу есть какой-нибудь один или пару персонажей, которые больше других запали им в душу. У актеров спросили, какой конкретно им персонаж запомнился больше всех. Сангву, Сангву. Сангву. Иль Нам. Юнг Су, который сыграл Иль Намо, он решил играть, зная, что произойдет в конце. Смогу ли я на такое решиться? Я часто задумывался об этом. Я, когда читала сценарий, я так сильно плакала за Иль Намо. После стольких эмоций, финал меня так шокировал. Я чувствовала, что меня будто предали. Я думаю, что Сангву, он самый реалистично прописанный персонаж. Думаю, что если бы я был на его месте, я бы поступил примерно так же. Когда я вижу Сангву, думаю, что его решимость продолжать, несмотря ни на что, удивительно. Думаешь, и как он это делает? Джи Йон, конечно. На самом деле, действительно, Сангву это персонаж, который в какой-то степени больше всех отражает действительность. Просто если задуматься о том, как бы вы сами поступили, будь бы эта ситуация реальной, думаю, мы бы точно так же искали себе пару, настроили бы доверительных отношений, а потом, придя к безвыходной ситуации, наверняка бы думали о том, как спасти бы себя. Что, в принципе, неудивительно. Но, что касается деда, то да, он, безусловно, гениален. И еще раз в этом убедиться вам поможет один из роликов на канале. Поломав все свои медовые соты, так и не добившись должного результата, как и в случае с девчонками в прошлом ролике, им предстояло выполнить пару заданий. Анупаму Трипати и Вихаджуну предстояло своим телом изобразить квадрат, треугольник и круг. Так, а как треугольник? Три, три, треугольник. Ну вот. Так, а квадрат как сделать? А как круг сделать? Один, два, три. Так, треугольник. Феноменальная гибкость и фантазия. Хо Сонт Хэ и Хим Джурён в свою очередь должны были 30 секунд поплясать. Что им, конечно, не слишком сильно пришлось по душе. Оу, серьезно? Да! 30 секунд? У меня это плохо получается. Ну блин! Номер 101. Звезда, звезда! Хайон, помоги мне. Спасибо. О, боже! Ну и всем вместе, им в маске кальмара, нужно было выдать три вещи, которые стоит ждать в сериале «Игра в кальмара». Похоже, Джун Хо без переодевания никак. Ну как, мне идет? Да. Я думаю, что «Игра в кальмара» — это история в первую очередь о людях. Люди — это самое главное, да. Мысли каждого персонажа и их человеческая природа — это то, на чем сосредоточен сериал. Есть шесть игр, в которые может сыграть любой желающий со всего мира. Играя в них, вы либо остаетесь в живых, либо умираете. Это ваш выбор. Ну а напоследок, в качестве сюрприза, за то, что с достоинством, юмором и терпением все это перенесли, их задарили цветочками. Ооо! Спасибо, спасибо большое. Ахах. Ооо! Нетфликс — это реально что-то другое. Я никогда не получал такой большой букет цветов. О мой бог! Спасибо огромное! Спасибо! Ооо! О мой бог! Ооо! Ооо! Ну большое спасибо! Я надеюсь, вы всем актерам этот букетик дали? Нет, конечно. Вот так вот, благодарности полные штаны. И Нетфликсу, в принципе, определенно есть за что их благодарить. Скажем, ну хотя бы за 900 с лишним миллионов. Ну а теперь пришло время глянуть, какой арт у меня вышел в этот раз. Другие мои работы вы можете глянуть у меня в паблике, либо на страничке в инстаграм. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И не забывайте, что поддержать меня и мой канал вы можете, став моим спонсором на Бусти, получая при этом эксклюзивный контент. Все ссылки в описании.